Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги «Второзаконие». И сегодня мы будем читать 20-ю главу, в которой содержатся библейские законы о ведении войны. Надо сказать, что святые отцы не всякую войну считали справедливой. Например, Блаженный Августин устанавливает, что, во-первых, полномочным объявлять войну должен быть правитель, не частное лицо, а именно правитель той страны, которая готовится к началу войны. И Августин наставивает на том, ведь объявление войны – это не частное дело того или иного индивида, который должен искать защиту своих прав в суде того, кто выше. Во-вторых, по Августину необходимо наличие справедливой причины, а именно, чтобы атакованные были атакованы потому, что заслужили это некоторыми своими проступками. Поэтому Августин говорит, что война представляется справедливой тогда, когда она является возмездием за несправедливость, когда должна покарать народ или государство за отказ возместить причиненное зло или вернуть то, что несправедливо захвачено. И, в-третьих, необходимо, чтобы воюющая сторона имела справедливое намерение, то есть, чтобы ее намерением было утверждение добра или предотвращение зла. Поэтому Августин говорит, что истинная религия полагает мирными те войны, которые ведутся не ради превозношения или жестокости, но ради укрепления мира, наказания злодеев и утверждения добра. Таким образом, законы отцов, они исходят из того, что война совершается против агрессора, захватчика, насильника, человека, который правитель своей страны, и он сам организовал какие-то действия, в ответ на которые верующие люди могут вести военные действия. И мы читаем 20 глава, 1 стих. «Когда ты выйдешь на войну против врага твоего, и увидишь коней и колесницы, и народа более, нежели у тебя, то не бойся их, ибо с тобою Господь Бог твой, Который вывел тебя из земли египетской». Здесь Господь призывает воюющих к мужеству, потому что с ними Господь. Как наши предки говорили, не в силе Бог, а в правде. А правда – это то, что проистекает от Бога. Далее. «Когда же приступаете к сражению, тогда пусть подойдет священник и говорит народу, и скажет ему». Вот я не знаю, почему, может быть, свидетели Иеговы малограмотные, они осуждают то, что священники принимают участие в военных действиях. Но это установлено самим Словом Божьим, это в законе. И что же должен сказать священник, воинам? «Слушай, Израиль, вы сегодня вступаете в сражение с врагами вашими, да не ослабеет сердце ваше, не бойтесь, не смущайтесь и не ужасайтесь, ибо Господь, Бог ваш, идет с вами, чтобы сразиться за вас с врагами вашими и спасти вас». Этот текст, он содержит в себе и молитвенное упоминание имени Господа Бога. Таким образом, институт военных капелланов, он восходит к временам Моисея Боговица, когда сам Бог установил этот закон. «Надзиратели же пусть объявят народу, говоря, кто построил новый дом и не обновил его, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражение, и другой не обновил его». Законы ведения войны, которые даются в Библии, они более гуманные, чем светские законы о призыве на воинскую службу. Например, человек построил новый дом и не обновил его, он еще не обжил его. Его нельзя брать на войну. Построить дом, дом Бейт по-еврейски, это семья, дом человек строил для себя, когда он выходил из дома своего отца, то есть тогда, когда он женился, и он должен был обжить дом, тогда его можно было взять на войну. «И кто насадил виноградник и не пользовался им, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражение, и другой не воспользовался им». Здесь говорится о том, что человек насадил виноградник. Он не может идти на войну, то есть он пришел на место призыва, его надзиратели отправляют домой, говорят, ты должен вырастить свой виноград, сделать молодое вино, выпить с друзьями, с песнями веселыми, потом ты пойдешь на войну. «И кто обручился с женою и не взял ее, то есть не познал ее как женщину, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражение, и другой не взял ее». Как можно призывать на службу в армию неженатых молодых людей, если что-то с ними произойдет, род пресекается? Вот у спартанцев было принято, вот известный подвиг 300 спартанцев, там был такой закон, когда они готовились к последней битве, они разрешили остаться тем воинам, у которых есть сыновья. Остальных они просто отослали назад. Вот так они берегли свою кровь, свой род. А когда наших молодых солдат, бессемейных, не познавших счастья семейной жизни, счастья отцовства, бросают без всяких учебок в горячие точки, вот это я видел на Второй Чеченской войне, это вопреки закону Божию. И еще объявят надзиратели народу и скажут, кто бы излив и малодушен, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робкими и сердца братьев его, как его сердце. Ну, сейчас бы это назвали бы психологический отбор, психологическая забраковка призывника, оценка, что он не способен будет действительно воевать вместе с братьями по оружию. Он может вносить только панику и смуту. Когда надзиратели скажут все это народу, тогда должно поставить военных начальников вожди народу. То есть, только после того, как все исполнено по отношению к призывникам, решается уже вопрос о генералах, полковниках и так далее. И далее идет очень удивительный закон. Когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир. Но какая война начинается с того, что люди подходят к городу и предлагают мир? Только Божья война может так вестись. Они могут объяснить, зачем они пришли. за то, что посягали на их территорию, за то, что насильничали над их людьми, угнетали их. Но первое, что они предлагают, это мир. А потом все условия можно обсудить. Если они согласятся на мир с тобою и отворят тебе ворота, то весь народ, который найдется в нем, будет платить тебе дань и служить тебе, то есть контрибуция за нанесенные набеги, ущербы, насилия, оскорбления. Если же они не согласятся на мир с тобою и будут вести с тобою войну, то осади его, то есть этот город. И когда Господь, Бог твой, предаст его в руки твои, порази в нем весь мужской пол острием меча, имеется в виду, что люди сами избрали свой путь, а тут уже действовал закон око за око, глаз за глаз, зуб за зуб. Только жен и детей и скот и все, что в городе, всю добычу его возьми себе и пользуйся добычей врагов твоих, которых предал тебе Господь Бог твой, чтобы возместить, когда враги нападали на израильтян, они уводили их в рабство и потом перепродавали, чтобы возвращение их в свою землю, эррц Исраэль, стало бы невозможным. Так поступай со всеми городами, которые от тебя весьма далеки, которые не из числа городов народов сих. То есть речь идет здесь о дальних городах. Почему это важно? С ними можно было заключить мир. А с народами Ханаана, семь народов, невозможно с ними было заключить мир. Их надо было изгнать. Они символизировали собой семь смертных грехов. А как я могу заключить мир с каким-нибудь собственным грехом? Человек не может заключить мир с грехом пьянства, блуда, воровства, убийства в самом себе. Непримиримая вражда должна быть между человеком и его собственными грехами, и его собственными греховными склонностями. Поэтому речь идет о городе, который где-то далеко. А в городах сих народов, которые Господь Бог Твой дает тебе во владение, не оставляя в живых ни одной души, но предай их заклятию ХТФ и Амареев и Хананеев и Ферезеев и Ивеев и Фусеев и Геркесеев, как повелел тебе Господь Бог Твой, дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих, и дабы вы не грешили пред Господом Богом вашим. То есть, если мы в себе оставляем хотя бы один из смертных грехов, он развратит нас целиком изнутри. Я уже говорил, что культы этих народов это человеческое жертвоприношение, даже собственных своих детей они приносили в жертву богам, тем более пленников они часто приносили в жертву богам. Если долгое время будешь держать в осаде какой-нибудь город, чтобы завоевать его и взять его, то не порти дерево его, от которых можно питаться и не опустошай окрестностей, ибо дерево на поле не человек, чтобы могло уйти от тебя в укрепление. Вот здесь запрет экологический. Это далекий город, это вражеский город, но не порть там деревья, которые кормят плодоносящие. Даже некий такой как бы юмор дерево не человека, оно не может себя защитить, оно не может убежать от тебя. Только те дерева, о которых ты знаешь, что они ничего не приносят в пищу, можешь портить и рубить для чего, опять же, для чего? И строить укрепление против города, который ведет с тобой войну, доколе не покоришь его. То есть можно рубить, используя для изготовления передвижных стен, орудий для метания камней и так далее. То есть ничего без причин нельзя делать даже на войне. Законы экологии, они одинаковые. Итак, сегодня мы рассмотрели библейские законы ведения войны по 20-й главе книги второзакония, на самом деле их больше. В других частях Библии они разбросаны по библейскому тексту, где говорится о том, как надо вести военнослужащим себя в той или иной ситуации. Мы знаем, что к Иоанну Крестителю приходили наемники и спрашивали, что нам делать. Он им не говорил, выбросьте мечи свои в Ордан. Он сказал, не обижайте никого, то есть напрасно, и не требуйте дополнительное жалование, потому что из-за этого часто были войны с наемниками. Это была главная боль для правительства. И он предлагает им все-таки останавливаться на первой договоренности и не менять ее всякий раз. В следующий раз, если будем живы, Господь позволит, мы будем с вами читать 21 главу этой книги.